Пройти полосу препятствий, оказать первую медицинскую помощь пострадавшим после взрыва бытового газа, найти пострадавшего в Лавине – это далеко не весь список заданий, которые выполнили участники 6-го областного туристско-спортивного этнографического слета для обучающихся учебных объединений Мурманской области. Техника поиска на ваше усмотрение. Я вам даю контрольное время 15 минут. Находите – здорово. Не находите, не расстраивайтесь. Сегодня нашли не все. Это понятно? Так, даю минутку посовещаться, как вы будете это делать, и потом начинаем. Где-то здесь, на огороженном участке склона, человека завалило лавиной. Где находится пострадавший, известно только организаторам. Детям предстоит его найти, используя лишь специальные щупы. Канатная дорога была. Вот это было трудно. Из-за того, что там было высоко, вот поэтому было и трудно. Трудно или страшно? Ну, как бы и то, и то, смешно. Каждый день для ребят подготовлена насыщенная программа. Ралли выживания, полоса препятствий, кулинарный поединок, викторины, развлечения и многое другое. На этом турслете мне очень понравился этап медицины. Его организовали так очень творчески. И было интересно детям. То есть для них сделали то, что у нас в Мурманске делают для старших. По облегченной программе, но так же, как у старших. То есть там создают реальную ситуацию, что-то произошло, какой-то взрыв, помещение, лежат травмы, очень здорово, красочно изобразили. Вот у нас на области в Мурманске такого не было. Не изображали так. В слете приняли участие шесть команд из Полярного, Мочегорска, Мурманска, Кировска и Апатитов. В общем командном зачете сильнейшей стали гимназисты Полярного.